Так, всем привет! Сегодня мы будем рассуждать на тему, что же лучше брать в путешествия. Я, ну, в путешествии, как, что бы заодно нравится в путешествия? Там какая-нибудь поездка еще куда-нибудь, там, поездка в другой город, поездка в какие-нибудь музеи, еще чего-то. Если вы не занятой человек, ну, если вам мало кто звонит, или вообще никто не звонит, или у вас в семье у всех по iMessage, ну, айфоны, соответственно, по iMessage, там, ВКонтакте, то я бы предпочел брать iPad. Ну, для меня, как вам объяснить, iPad, это штука такая, которая, он, во-первых, не садится, он меня держал, вот я в Москву ездил, у меня, я телефон положил вообще к девушке в сумку, и у меня два дня просто у нее лежал в сумке. Симку я вытащил, вставил ее в iPad, и iPad у меня держал день, вообще, ну, не переставая, я его LTE, там, фотографировал, видео, вы сами видели, то, что все видео у меня с Москвы, это с iPad Aero, вот это вот. А, метро пользовался вообще каждый час, фоткал видео в Safari, там, смотрели, куда входить, еще чего-то, так что, ну, iPad это вещь хорошая, как бы с LTE, я, конечно, не понимал, зачем LTE на iPad, это же можно с айфона развивать интернет, чтобы не переплачивать деньги, но мне появился iPad Aero с LTE, и я понял, что такое LTE, я переосмыслил свою точку зрения, и для меня LTE это вещь хорошая, так что, да, емочек, вы все гаснете. Итак, плюсы-минусы айфонов, айпэдов в путешествии, где-нибудь в поездке, еще что-то. Минусы айфона, то, что он, он разряжается, во-первых, айфончик, да, разряжается, он, конечно, хороший, удобный, вообще очень скоростной, фотки хорошие не получаются, вообще нет, не претензия, но претензия все-таки есть, это одна, это батарейка, батарейка хватит, если даже фотографировать с E-шкой, без LTE, без 3G, фотографировать хватит где-то часа, ну, на полдня точно хватит, с метро там смотреть, еще чего-нибудь. Полдня это, как бы для меня это очень мало, я буду фотографировать там, снимать, там, еще что-нибудь метро мне надо будет, я метро, конечно, знаю, но я лучше буду ориентироваться по карте метро. Сколько там, ну, у меня это рассчитывается, сколько минут туда доехать, еще чего-то, я просто планирую свой день, там, заранее, и сейчас смотрю куда-то, что-то как. Айфончик проигрывает там в том, что айпэду, в том, что он садится быстро, во-первых, во-вторых, он садится очень быстро с LTE в 3G, очень моментально прям вырубает, вообще, на него, у него бегает процент зарядки, только как, только так, то есть. Во-вторых, это когда фотографируешь, и у тебя включен 3G включен, он у тебя нагревается сильно, а при жаре вообще неудобно ему пользоваться. Он, конечно, ничего не зависает, но все равно, как бы, не очень. В-третьих, так, айфон, так, плюсы. Плюсы айфона в том, что, если тебе позвонят, то ты можешь взять трубку и ответить на любой звонок, еще чего-то. Если ты потерялся, то ты можешь позвонить, там, кому-нибудь еще что-то, набрать SOS и так далее, тому подобное. Можешь связаться с кем-то. Чего еще? Плюс еще в айфоне, какой еще может быть плюс? То, что он маленький, портативный, наушники вставил, музыку слушаешь, идешь. Если, а, вот еще нашел минус, я думал, какие же минусы у айфона есть. У айфона минусы такие, что, если его уронить, в какой-нибудь поездке, и вам нужен будет экран. Экран стоит в нем от 5 до 10 тысяч, это очень дорого. Хотя нет, подождите, это я про айпэд хотел сказать. То есть, айфон, у него 5000 максимум, цена, да. А у айпэда от 5 до 10 экран меняется, это очень дорого. То есть, если вы хотели, если вы разобьете айпэд, то вам, то вы вообще, ну, конечно, айпэд бьется так, что можно пользоваться, ну, вообще тачи можно пользоваться. Хотя в айпэд 2 у меня сломался, экран треснул, то есть, я не мог им пользоваться. Хотя, я не знаю, даже вот, неопределенность у меня. Так, плюсы и минусы в айпэде. Так. Плюсы в айпэде то, что он, во-первых, у него камера по сравнению как 4s, 5, пятерочка где-то так, ну, камера очень хорошая в нем. В айпэде. В айпэд айр очень хорошая, ну, мне очень радует, мне очень, ну, мне устраивает эта камера. Во-вторых, батарейка очень не держит долго с LTE. Хоть с LTE, хоть с GPS, идешь там по улице, еще куда-то с LTE, вообще не паришься с батарейкой с тел. Если он у тебя сядет только к концу дня, блин, и то тебе там 20% будет оставаться, как всегда. Честно, уже проверено. Очень радует эта штука. Плюсы то, что... А, ну, так, какие еще у него есть плюсы? То, что у него большой экран, на солнце видно, куда идешь, еще что-то. Ну, реально видно, вот сейчас вот вообще у меня стоит на минимальном, и светит солнце. Вы же видите все? И вот так же вот идешь на улице, и все видно. Ну, там, вы видите карту там. Особенно, когда карты GPS. Ой, карты Apple. По ним идешь, там вообще такая синяя линия огромная. Третьих, четвертых, или каких-то пятых, я не знаю. Он тонкий, и он удобный. Он не греется, вообще не греется. Ну, маленько нагревается, но это не чувствуется, что через вот такой вот... О, перевернулся, ну ладно. Через вот такой вот чехольчик вообще не чувствуешь ничего. Потому что, наверное, маленько греет, и еще чего-то он не заляпывается. Вот видно, если есть заляпки, то это видно только на камере. А вот сейчас я смотрю глазом, вообще их не видно, их нет никак. А солнце светит. Какие еще плюсы? То, что у них у обоих плюсы, то, что у них слайдник, можно заряжать одной зарядкой. Вот это вообще очень хорошо. Минусы iPad в путешествии или день поездки, то, что он заряжается очень долго. Вот это минусы, да. А вот iPhone это плюс, он быстро заряжается. Пришел где-то в метро, хотел бы съесть гамбургер. Сел, ешь, у тебя iPhone уже зарядился. iPad нет такого, он очень долго заряжается. Ну, часа за три, за четыре точно зарядит. За четыре это, конечно, преувеличил, за три часа точно заряжается. Но это долго же, по сути.